всем привет ни для кого не секрет что иногда абсолютно любой мотоцикл надо своевременно заранее или уже по факту поломки ремонтировать соответственно для ремонта нам будут необходимы запчасти сегодня я хочу рассказать о том как я обычно ищу и приобретаю запчасти для своего мотоцикла к примеру рассмотрим такую ситуацию когда выходит из строя некая деталь который не позволяет дальше эксплуатировать мотоцикл происходит это у нас в сезоне в такой ситуации я сначала сканирую русские форумы посвященные мотоциклам марки harley-дэвидсон где можно где как бы есть вероятность того что я могу найти эту деталь если там этой детали нет я начинаю сканировать как ни странно авито потому что на авито часто попадаются предложения о продаже запчастей подходящих мне и тем более что на авито сейчас можно достаточно безопасно совершать сделки если на авито запчасти нету то я обращаюсь уже к продавцам новых запчастей для мотоциклов harley-дэвидсон эти продавцы как бы они частники находятся либо в москве либо в спб это не официалы но они продают новые оригинальные запчасти и зачастую зачастую когда я узнаю цену которая меня естественно не устраивает я тогда уже прибегаю к тому что создаю тему соответствующую на тех же русских форумах и там уже ожидаю предложения продаж необходимые мне детали кроме того если прям вообще вообще прижало и вы не фанат допустим оригинальных запчастей можно обратиться к продавцам с ближнего зарубежья например тоже скандинавию там есть люди которые вам продадут мне оригинальную запчасть это вот сейчас морозка разговариваем про мотоцикла harley-дэвидсон и через 5-7 дней вам эту запчасть принесут домой единственно что посылка это будет стоить минимум 30 евро а дальше там уже размер доставки будет зависеть вот как бы размера и веса детали которые вам необходимы также что можно отметить что при покупке с форма практически всегда приобретая запчасти по предоплате естественно перед этим смотрю профиль продавца прошу него подробные фотографии необходимые детали ну и как-то обсуждаем с ним саму доставку который чуть ниже расскажу следующая ситуация при поиске запчастей например как сейчас уже не сезон зима и настало время поменять кое-какие расходники тут можно опять же сканировать периодически форумы и попутно я всегда еще ищу на ebay так как здесь время у нас играет второстепенную роль очень часто за запчасти и вот именно зимой я заказываю с ebay крупные тяжелые и сильно дорогостоящие детали стараюсь приобретать все-таки через посредников ну детали которые допустим находят сша так как заплатив плюс там 10 20 процентов от стоимости первоначальной первоначальной стоимости этой детали и там 14 15 долларов за килограмм доставки у меня будет больше все-таки шансов что данная запчасть дойдет до меня нигде не потеряется не будет проблем на таможне но в общем есть специальные посредники которые специализируются на том что привозят мото запчасти оттуда и за границ хотя вот тут можно вспомнить что один мой знакомый свое время приобрел целую вилку спрингер и насколько мне не изменяет память доставили ее обычной почтой то есть почта российской федерации вилку спрингер ему привезли он ее забрал и как бы он счастлив иногда бывает так что доставка с ебэ обходится очень дорого или продавец на и бы вообще не присылает детали в россию ну для этого существуют у нас различные сервисы позволяющие сэкономить на доставке с ебэ которые собирают допустим все ваши посылки например все приобретаете детали в сша они собираются все в одном пункте сбора там сша на виртуальном адресе и уже потом посылка целиком отправляется страну назначения ну и тут по поводу оплаты на ebay там насколько мне известно всегда действует предоплата и если в течение там 30 дней вам не пришла посылка то уже открываете диску диспут начинаете спорить оспаривать сделку и есть вероятность того что он вернут еще некоторого срока день еще в редких случаях можно пробить номер необходимой нам детали на том же экзисте иногда получается привести через него но за оригинальные детали там на том же десяти просят как правило просто огромные деньги и сроки доставки стоят там 40-50 дней при том что проходит 40-50 дней у вас снимают деталь с работы мотивируя тем что она подорожала на 3 копейки и все по новой для этого у нас как бы и зима поэтому стараюсь все таки делать все вот это заблаговременно что можно еще сказать про доставку с ебэ приходит почти все с ебэ во всяком случае мне за исключением некоторых мелочей как правило которые заказывают со мной из китая однажды даже посылка из сша это было где на три года назад пришла ко мне за 18 дней в среднем посылки вот из той же америке они идут средь 25-35 дней и все-таки перед покупкой я стараюсь уточнять у продавца по поводу предоставления трека и возможности отправки посылки российской федерации что еще можно сказать если допустим не нужна не оригинальная запчасть то я и ищу на сайте drag special тайс или то есть и уже по найденному номеру я начинаю пробивать на том же экзисте или ebay этот сайт он специализируется на вот именно не оригинальных запчастях но там очень много каталогов книг именно вот по harley davidson но на японский мотоцикл там что-то тоже можно найти это не реклама это вам просто так для справки про доставку значит в случае доставки по российской федерации то есть когда мы деталь покупаем в россии тут естественно можно воспользоваться услугами как почты так и услугами многочисленных транспортных компаний в любом случае всегда прошу у отправителя тщательно упаковывать детали конечно если это не какая-нибудь и металлическая болванка который все равно ничего не будет я вот так вот шкив покупал ведущий по моему это было в четырнадцатом году я его до зимой по моему заказывал и шкив за шкив я заплатил 500 рублей 300 рублей за доставку ну мешки шкив пришел ко мне по почте там такая болванка два килограмма и ничего не будет вообще там если она упадет что случится не все что может повредиться упаковка если деталь хрупкая то ее лучше как бы я прошу продавца упаковывать жесткую обрешетку и при этом лучше попросить продавца проверить качество вот именно жесткой обрешетки потому что иногда она носит чисто формальный характер ну и как правило естественно доставка по российской федерации осуществляется за счет покупателей на этом все что я вам раз хотел рассказать про то как я приобретаю запчасти где их ищу и как не доставляют надеюсь вам было интересно всем спасибо за внимание всем пока